В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В муниципалитете отпраздновали день государственного флага. Россия! Россия! Джазовые сезоны 2021. Уже в седьмой раз в горках ленинских прошел международный фестиваль под открытым небом. Ленинский округ стал премьером качественного выполнения капитального ремонта жилых домов. Капитальный ремонт меняется, и мы сегодня видим довольных жителей, которые очень благодарны. У кинотеатра «Искра» прошло празднование Дня государственного флага. Ровно 30 лет назад российский триколор получил официальный статус главного символа страны. Подробности узнаем у Александры Столяровой. 22 августа – день для россиян особый. Ровно 30 лет назад над Белым домом в Москве был поднят триколор – символ гордости, объединяющий сегодня множество народов нашей страны. Мы увидели новый символ, который поведет всех. И с годами, и с годами вот эта дата стала праздноваться как по-настоящему большой всероссийский праздник. Отметить его к кинотеатру «Искра» пришли многие видновчане. Праздничный концерт открыли танцем с флагами. Артисты признались, что перед выступлением очень волновались. Большая ответственность во время того, как ты танцуешь. Естественно, нужно следить за тем, чтобы флаг не выпал ни в коем случае, чтобы он не запутался, чтобы все движения были четкими. Флаг – это не просто набор цветов. У каждого цвета есть официальное трактование. И в то же время для жителей России белый, синий и красный может означать что-то свое. Флаг – это лицо нашей страны. Для меня белый – это цвет свободы, синий – это учеба, а красный – это наша Родина. Белый, наверное, это чистота и мир, который мы пытаемся как-то сеять. Красный, наверное, с кровью больше, которую России пришлось преодолеть. Много войн, а синий – не знаю, какая-то тоже чистота, невинность, небо голубое, спокойное над головой. Национальный символ всегда поддерживал и наших спортсменов за рубежом. Под ним совершалось немало побед. Как известно, Олимпийские игры в Токио прошли без триколора и гимна. Поэтому государственный праздник в этом году для видновских чемпионов-пловцов стал особенно важным. Эмоции просто обычного счастья, радости за страну, за флагом, потому что представлять его, конечно, бы хотелось непосредственно на международных основаниях и на Олимпиаде. Ну, ощущается, ну, как коллектив такой, собираемся под одним флагом, конечно. Мы и так знаем, что мы к одной стране принадлежим, но когда у тебя есть флаг за спиной, когда я его себе там держу, то это вполне приятно. Интересно, что российский триколор имеет огромную трехсотлетнюю историю. Этот флаг появился на рубеже 17-18 веков. Впервые триколор был поднят на военном корабле «Орел» в годы правления царя Алексея Михайловича. Узнать больше о нашем государственном флаге может любой житель города. Достаточно отсканировать вот этот вот QR-код. Видное стал одним из 30 городов Подмосковья, принявших участие в акции «30 лет триколору в России». С помощью технологии дополненной реальности от актеров театра и кино горожане могли узнать о преобразовании символа нашей страны. Повелеваю в тех случаях, когда возможно украшение зданий флагами, был употребляем исключительно русский флаг. Мне очень понравилась интересная затея. И главное, что очень важно, что люди получают информацию историческую. То есть, причем в такой достаточно интересной форме, доступной, поэтому считаю великолепной. Праздник «Видном» прошел ярко. С песнями, танцами и бело-сине-красными флажками в руках горожан. Всего три цвета вместили в себя большую страну. Ее историю и традиции, в общем, сплотили жителей России. В минувшие выходные в музей-заповеднике «Горки Ленинский» в седьмой раз состоялся фестиваль «Джазовые сезоны». На мероприятии в течение двух дней работала наша съемочная группа. С каждым годом фестиваль «Джазовые сезоны» в «Горках» становится все более масштабным и собирает множество любителей этой музыки на гостеприимной поляне музея-заповедника. Очень важно, что музыкальный праздник, который мы делаем в «Горках Ленинских», он был для всех, не только для поклонников музыки, но и тех, кто первый раз приезжает сюда, во-первых, в это прекрасное, красивое место. Перед торжественным открытием почетные гости прошлись по территории фестиваля, осмотрели площадки и прониклись в той домашней атмосферой, которая сопровождала мероприятие. «Непростое время, когда все ограничены в передвижениях, в мыслях, в эмоциях как раз и джаз, то, что нам открывает мир совершенно другими красками, да, ну и атмосфера, которая здесь с каждым годом, она, в общем, просто превращается из старинного музея, очень важного для нашей страны, вот место, где вот эта свобода». Семь лет назад фестиваль носил характер локального джазового концерта на открытом воздухе. Сейчас он обрел статус одного из знаковых событий в сфере культуры Московской области. «Эти два дня всегда проходят весело, как-то непринужденно, очень дружелюбно, и дай Бог вам насладиться этой музыкой, хорошей погодой и остаться под впечатлением и ждать следующего года, потому что следующий год – это юбилейный год Столин Джанса. Спасибо вам огромное». Для Ленинского округа проводить мероприятие столь высокого уровня – большая ответственность, но также это возможность познакомить гостей муниципалитета с традициями нашего края. «Я думаю, что в эти выходные мы примем несколько тысяч гостей, гостей со всех уголков страны, не побоюсь этого слова, но и мы можем все вместе насладиться десятками коллективов со всей страны и не только». Зрители расположились на поляне перед сценой. Одни на стульях, другие на пледах и надувных матрасах. Возможно, именно объединяющая всех любовь к джазу помогла разогнать облака, вопреки всем прогнозам погоды. «В контексте того, что мы были долгое время в изоляции, это потрясающая возможность побыть на open-air пространстве вместе с окружающими людьми, получить удовольствие от общения и от музыки. И очень всегда эмоциональный отклик большой от этой музыки, потому что люди играют, они выкладываются на все тысячу процентов. Ты не можешь не чувствовать этого, и ты вовлекаешься в этот процесс, тебя настолько это все захлестывает, поэтому это совершенно чудесное место». Житель нашего округа художник Ашот Тативасян считает, что джаз особенно близок людям искусства. «Джаз – это именно суть импровизации, суть творчества, суть свободы в творчестве. И я в живописи тоже стараюсь быть как-то в джазе». Помимо выступлений музыкантов, организаторы подготовили для посетителей большую развлекательную программу. В течение двух дней гости джазовых сезонов могли поучаствовать в мастер-классах, посоревноваться в конкурсах и отдохнуть на фудкорте. «Мы в основном готовим блюда на углях. Это у нас мангал, шашлыки, плов в казанах». «Мастер-класс мы проводим агриловыми красками под руководством профессионального художника-наставника, поэтому шедевр получится у каждого». Впервые на сцене фестиваля выступил Сергей Вопосадский, муниципальный оркестр под управлением Игоря Контюкова. Также свои композиции исполнили ансамбли, ставшие постоянными участниками опен-эйра. Иван Акатов со своим коллективом ценит джазовые сезоны за особую атмосферу и публику, с которой музыканты находятся на одной волне. «Тут такая своеобразная усадьба старинная, чувствуется дух каких-то там времен ушедших, не знаю, при этом как-то все очень расслаблено». Второй фестивальный день стал не менее зажигательным. Американцы из «Рузвельт Кольер Бэнд» зарядили слушателей энергии юго-восточного побережья. Солист и основатель группы, мастер игры на педал-стил-гитар. Его творчество выбрало в себя элементы блюза, госпела и даже рока. Сюрпризом для зрителей стало импровизационное шоу в исполнении Рузвельта Кольера и Игоря Бутмана. Первую поездку в Россию команда из США точно запомнит. Не забудут ее и зрители. В паузе между выступлениями подвели итоги конкурсов от партнеров. Победителями одного из них стали три подруги. Для того, чтобы забрать с собой новенькую укулеле, им потребовалось лишь сделать оригинальное фото. Ну мы просто решили, у нас было время до начала концерта, мы решили принять участие и сделали фотки. И вот, у нас есть окулеле. От души повеселились вообще просто классно. Да, спасибо большое. Ярким окончанием концерта стало традиционное выступление Игоря Бутмана с московским джазовым оркестром. Солировали известная австралийско-американская певица Фонтина и финалист шоу «Голос» Олег Акуратов. Тысячи гостей фестиваля смогли услышать настоящих мастеров своего дела и насладиться любимым жанром музыки – джазом. Дмитрий Книга, Александр Столярова, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Капитальный ремонт многоквартирных домов – региональная программа, которая в Ленинском городском округе реализуется активными темпами. Утепление фасадов, ремонт газового оборудования, замена лифтов. На днях «Видное» посетила большая делегация. Представители фонда капремонта на примере лидирующего в этой сфере муниципалитета рассказали прессе о всех нюансах подготовки и реализации условий для комфортной жизни горожан. Подробности в репортаже Юлий Пагасьян. Мы с вами сейчас находимся на строительном городке. Выполняется работа системы утепления фасадов «Суфтермолэнд». У нас эта технология применяется с 2014 года. И очень хорошо себя зарекомендовала как в монтаже, так и в эксплуатации. Дышит, не горит. Такое утепление в «Видном» сейчас проходит в большей части старого города. Позволяет сохранять тепло в многоквартирных домах и придает опрятный вид фасадам. Многие уже могли заметить единый стиль. Это отметили и гости муниципалитета, представители фонда капитального ремонта и областной ассоциации председателей многоквартирных домов. Капитальный ремонт меняется. И мы сегодня видим довольных жителей, которые очень благодарны и подрядной организации. Фонду капитального ремонта и даже управляющей организации. Потому что есть сегодня синхронизация работ. Когда одновременно делается и фасадная работа, и меняется кровля, и ремонт в подъезде происходит. Что важно при капитальном ремонте? Для того, чтобы как можно больше было благодарных жителей. Это, разумеется, качество. Это в том числе и скорость. Не должно быть такого, чтобы были работы растянуты на несколько лет. И качество, и скорость. Все эти моменты в муниципалитете отработаны на пять. Может, поэтому его и выбрали для проведения пресс-тура. На днях «Видное» приехали представители различных региональных СМИ, чтобы на примере Ленинского округа узнать, как в современных условиях должен выглядеть капитальный ремонт. Гостей приятно удивили подъезды некоторых домов в старой части города. Совсем другой уровень. Безопасные материалы. Актуальные стилистические решения. Удар основной на исполнение трехлетней программы. Да, есть компетенции. Это лифты, это газ, это внутренние инженерные системы и это кровля. Это то, что беспокоит людей. Потому что жить, понятно, в протекаемой кровле просто невозможно. Если нет воды горячей, невозможно жить. Вас не будет интересовать вот такой красивый фасад. Зачем он вам нужен? Договоры подписаны. Подрядные организации определены. Задача фонда сейчас отслеживать выполнение работ. Причем все эти работы выполняются по согласованию с жителями. Перед тем, как в многоквартирном доме начнется капитальный ремонт, администрация и депутаты проводят не одну встречу с населением. Учитываются пожелания. За ходом ремонта также следят жильцы. Чаще всего это старшие по дому. Мы проводили собрания. Жители выбирали, что им и как сделать. Все это как бы согласие жителей. Общим домовым собранием мы это все проводили. К ремонту мы шли. К такому ремонту, скажу, очень качественному. Жили более 50 лет. Работа эта непростая. И, конечно, вот этот механизм нужно отстраивать. Мы справились с этим, но готовы опытом поделиться и помочь нашим коллегам всегда рады. Председатель совета дома номер 37 по проспекту Ленинского комсомола Галина Лутовинова, как никто знает, весь процесс подготовки дома к капитальному ремонту. Люди все разные и потребности у них отличаются. Но к консенсусу жители пришли быстро. Говорят, этому способствовала политика чуткой власти. Внешне всем нравится, что дом красивый, новый, чистый. Теперь осталось только капитальный ремонт, конечно, внутренним коммуникациям сделать. Сейчас в округе к капитальному ремонту подходят комплексно. Часто работы синхронизируются. Вместе с капремонтом многоквартирных домов в порядок была приведена и территория возле кинотеатра «Искра», одна из самых востребованных центральных частей города Видное. Вся вот эта красота нас подвигает и самого жителя к тому, чтобы он наводил порядок и на своей территории. Ведь наша самая главная задача, чтобы житель не ограничивал территорию своего проживания входной дверью в квартиры. А это же все для жителей. Вот сначала было расширение до подъезда, да, ремонт подъезда, мы сегодня подъезды видели. Следующий этап – это двор, да, программа. Придумовая территория, да. Собственно, и мы постепенно расширяем риол заказа на вето жителей и на территорию благоустройства общих территорий. В Ленинском округе более тысячи многоквартирных домов. Половина из них уже в программе, которая рассчитана до 2050 года. Чтобы справиться с этой задачей, каждый год капремонт должен выполняться не менее чем в 100 строениях. Юлия Пагасиан, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. И возвращаемся к теме празднования Дня флага. В деревне Калиновка состоялся велопробег, посвященный Дню российского триколора. В нем приняли участие активные жители и воспитанники досугового центра «Юность». Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Перед стартом участница велопробега Людмила Хрусталева еще раз напоминает своей младшей дочке Юли правила поведения на проезжей части. Правила дорожного движения, да. Двигаемся в колонне. Друг друга посмотрите, чтобы вы не потеряли на дистанции. Хорошо? Кто за кем едет. У Людмилы трое детей. И все они активно участвуют в различных спортивных мероприятиях. Большой праздник. День нашего флага российского. То есть мы тоже патриоты нашей Родины. И хотим, чтобы дети наши знали историю нашей страны и уважали символы государственности. В уже ставшем традиционном заезде, который был посвящен государственному символу страны, приняли участие более 20 жителей деревни Калиновка. Организовали велопробег сотрудники досугого центра «Юность». Уже третий год подряд к разным мероприятиям, к разным праздникам мы приурачиваем этот велозаезд. Ну и в основном, конечно, агитируем на то, чтобы выбирали здоровый образ жизни. Особенно рады спортивному мероприятию были юные велосипедисты. Ведь это прекрасная возможность вновь встретиться с друзьями после длинных летних каникул. Мне мама сказала, что будет велозабег, и я приехала, хотела попробовать. Я часто катаюсь на велосипеде, потому что мы вот днем выезжаем с друзьями, катаемся. Пешком мы редко ходим. Маршрут пролегал от Калиновской школы и далее по живописным улицам деревни. Раньше велосипедисты ездили в соседнее Белеутово. Но сейчас из-за ремонта дороги трасса там стала неудобной. В этот раз мы решили, так как давно не встречались уже, год ковидный был, и решили прокатиться именно по нашей деревне, посмотреть окрестности, показать ребятам, которые приехали, кстати, из соседних деревень. У нас здесь есть две девчонки. Показать им, в принципе, красоту нашей деревни, которую мы очень любим. Участники велопробега были сосредоточены и серьезны, ведь все должны двигаться в одной колонии, соблюдать правила безопасности. И хотя заезд не был соревновательным, каждый чувствовал ответственность и азарт. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.